Миф о Второй армии мира разбился о мужество армии Украины. Хозяин кремлевских башен проводил дни и ночи в тягостном раздумье. Что делать дальше? В голову лезли навязчивые мысли о незавидной судьбе тиранов, проигравших войну. Образы Хусейна, Каддафи и прочих неудачников вызывали холодок жути, плавно переходивший в леденящий ужас. Мысли об устаревшей военной технике, стоящей на вооружении Второй армии мира, названной так за четкое соответствие советской армии времен Второй мировой войны, внушали мало надежд на победный исход спецоперации. Перед взором евразийского дзюдоиста предстал образ смерти Гитлера из советской киноэпопеи «Освобождение». Эврика мог бы завопить любимый вождь всех стерхов, если бы знал это слово. Захотелось немедленно вызвать Шойгу и Герасимова и строго спросить, «Где, с***, боеприпасы?» Затем поделиться гениальной идеей. Но тут же обожгла мысль – нельзя. Они ведь не прошли двухнедельный карантин. О снарядах и вообще спрашивать больше некому. А пока есть время хорошенько отшлифовать мысль. Следует вновь пройтись по все цепочки ассоциаций и припомнить подробности гениальной идеи. Итак, вначале был Гитлер, точнее его смерть. Законная гордость захлестнула внука воевавших дедов. За этим предстал зримый образ бессмертного полка. И гимнастка Алиночка с огромным транспарантом можем повторить. Конечно же, нужно неустанно повторять действия любимых вождей – пролетариата и нацистской Германии. Вот оно, решение. Фюрер осознал, что Третий Рейх уступает военному и экономическому потенциалу противника. И пришел к выводу о необходимости технологического превосходства. Плодом технологического прорыва Рейха должно было стать создание чуда оружия – по-арийски в вундерваффе. Тут кремлевский вождь испытал смешанное чувство. Гордость за знания немецкого. И легкое огорчение от того, что с возрастом он без заготовленного текста на родном языке не может провести совещание с нижестоящими на властной вертикали. Но как же когда-то Меркель восхищалась его произношением, как поднимала руки вверх и предъявляла Аус Вайс. Ладно, прочь лирику, расслабляться сейчас не время. Необходимо хорошо обмозговать чудо-оружие технологического прорыва Великой России. Выдающийся геополитик вызвал адъютантов и, как всегда, по-начальственному кратко, изложил гениальную идею. «Решение принято, исполняйте!» Пробормотал, погружаясь в сладкую дрему кремлевский дед. Новое задание вогнало президентскую свиту в ступор. О каком технологическом превосходстве можно говорить в стране, где проблема наладить производство гвоздей? Соратники уныло чесали репы, пока после второго ящика бояры на одного из них не снизошло озарение. Нужно бить врага его же оружием. То есть ответить президенту его же цитатой. Вся компания дружно застучала пальцами по дисплеям гаджетов. «Нашел!» – завопил адепт методологии, гордившийся тем, что он ученик самого Щедровицкого. И ткнул пальцем в видео, где Путин назвал ядерное оружие и православие двумя столпами российского общества, гарантирующими внешнюю безопасность и моральное здоровье страны. «Что за чушь?» – с дружным разочарованием выдохнули коллеги. Терпеливо, словно несмышленным детям, генератор идеи начал объяснение. Применить новые высокие военные технологии мешает отсутствие материальной базы, идей, технологий и людей, способных это осуществить. Здесь рыть нечего. Угроза применения ядерного оружия используется по полной программе. Время от времени Кремль напоминает о нем всем оппонентам. Остается православие. Его потенциал далек от полной реализации. Докладчик предложил взять за основу стратегии идею главного храма вооруженных сил Российской Федерации, а именно методику использования мощи реликвий. Для изображения главной иконы храма – спаса нерукотворного – создали необычную деревянную основу из лафета пушки 1710 года, найденную в 70-х прошлого века в реке Нева, напротив домика Петра I. Вместо поперечных шпонок, скрепляющих вертикальные доски, использовали ложи от автоматических винтовок Токарева времен Великой Отечественной войны. На прикладе одной из них четко видны данные изготовителя – приемочное клеймо Ижевского механического завода 1944 года. Поддавшись порыву вдохновляющего красноречия, оратор напомнил присутствующим о фресках храма вооруженных сил. На мозаичном панно изобразили Путина, Шойгу, Герасимова, Гоблина, Аксенова, Сталина и главный слоган эпохи – «Крым наш». Правда, из-за злопыхательства врагов России изображение элиты убрали. «Скрепный Крым наш» – заменили безликой надписью «Мы вместе». Понятно, что вместе, но в каком? Изображение вождя всех времен и народов генералиссимуса Сталина прикрыли лозунгом «Поднимем над Берлином знамя Победы». «Дебилы, б***ь! Кому газ продавать будем, если возьмем Берлин?» – возмутился Лавров. Фреску с величайшим лидером убрали, но забыли аксиому. «Есть Путин! Есть Россия! Нет Путина! Нет России!» Сборище возмущенно загудело. Докладчик понял, что сморозил глупость. Если в главном храме воинства России нет Путина, то нет. Об этом нельзя даже думать. Но ведь на месте Путина изобразили икону. Свято место пусто не бывает. Это знак, вещающий о необходимом вундерваффе. Внезапно речью разразился куратор отдела евразийской геополитики. Он еще в детстве прочитал несколько книг, посему получил агентурное погоняло «философ». Пошло долгое и заумное объяснение, что теоретическая база российского чудо-оружия – учение Даниила Андреева об эгрегорах, изложенное в «Розе мира». Практическое применение доктрины позволило шустрому ученику Аве Солома Подводного совершить головокружительную карьеру от соратника-философа по Евразийскому антиоранжевому фронту до бесплатного советника завхоза президента Украины. Генератор идей спохватился и попросил Дугина прекратить философскую заумь, ибо все начали засыпать. Вернув инициативу, докладчик напомнил аудитории о впечатлении, произведенном на российское общество иконой со Сталиным в окружении маршалов Победы. «Собрание одобрительно загудело, вспоминая, как в Белгородской области и Ермонах Афиноген отслужил с этой иконой литию. Все приведенные факты подлинные. Лично подготовлю докладную президенту», – заявил, не приходя в сознание опохмелившийся Димон. «Трансцендентно» – вырвалось у Шойгу с Герасимовым, но, переглянувшись по выражению лиц друг друга, они поняли, что не знают значения этого слова. Вместо этого Герасимов промычал что-то о Великой Победе, а Шойгу поспешил закончить совещание приказом о разработке конкретного плана действий по внедрению высокотехнологичного чуда оружия. Вскоре в качестве письма счастливому солдату везунщики армии РФ получили в подарок коробку с гуманитарной помощью от партии «Единая Россия». Вместе с крупой и тушенкой в ящике находилась бутылка святой воды и икона Путина с надписью «Вседержитель». Руководствуясь девизом «Все для фронта! Все для победы!» Третьяковская галерея передала всемирно известную икону Андрея Рублева «Троица» Троицкому собору Троицы Сергеевой Лавры для проведения мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского с участием множества паломников и патриарха Кирилла. Через некоторое время всех переигравший стратег решил лично вложить чудо-оружие в руки российского воинства. Президент посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонщине и Восток в Луганской области, чтобы лично вручить скрипоносному воинству иконы. Прибывая в сладостных воспоминаниях о былом и даче в Геленджике, он рассеянно выслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ Российской Федерации генерал-полковника Михаила Теплинского. Казалось, все идет по плану спецоперации. Но через две недели после широкомасштабного вторжения в Украину в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации замироточила икона Божией Матери умягчение злых сердец. На запечатленных прихожанами кадрах видно, как по иконе течет похожая на кровь мира красного цвета. Никто в кремлевских башнях так и не понял, что нападение на Украину осудили высшие силы. В шовинистическом угаре ни один из российских власть-придержащих не вспомнил, что иконы помогли Николаю Второму лишь проиграть войну, погубить царство и династию. Кремлевская клика так и не сообразила, что в развязанной ныне Россией войне с Украиной только мощи Путина и его окружения помогут воинам армии Российской Федерации вернуться домой неупакованными в черные пакеты. Редактор субтитров А.Семкин